Бог интересует детали нашей жизни, и книга притчи дает нам мудрость для этих деталей. Она учит нас, как разговаривать с безрассудными людьми, как мудро распоряжаться деньгами, как мудро вести свой бизнес, как планировать, как реагировать на бедных, как хранить себя в чистоте и так далее. Предыдущие несколько недель мы изучали послание к римлянам и говорили о нашем неизменном положении перед Богом благодаря Христу. Иисус сказал, что Он пришел дать нам обильную или цветущую жизнь. Именно для такой жизни Бог нас и создал. Его смерть, воскресенье и правление перенастроили нас, и мы теперь новые люди. А притчи рассказывают нам о деталях этой цветущей жизни. Отсюда мы узнаем, что все имеет значение. Тон нашего голоса. Закатываем ли мы глаза в разговоре? Проплываем ли мы наш город? Хорошо ли мы относимся к нашим животным? И убираем ли мы наше жилье? Бога волнуют эти вещи. Притчи — это инструкции родителей детям о том, как жизнь хорошо и мудро. Притчи можно сравнить с шкатулкой, с драгоценными камнями. Вы можете достать из нее бриллиант или рубин или сапфир. А в одном месте даже сказано, что мудрость ценнее бриллиантов и желаннее золота. И в этой книге мы видим отца, который открывает эту шкатулку и достает один камень за другим. Это подарок отца своему ребенку. Жемчужины жизненной мудрости. И они работают лучше, чем ворчание и постоянное повторение фразы. Когда ты уже перестанешь болтать с друзьями и сядешь за уроки. От всякого тяжелого труда бывает прибыль. А пустословие приносит только нужду. Притчи 14.23 Дайте этой мудрости проникнуть внутрь. А с возрастом дети будут вспоминать ее. Этим летом мы рассмотрим некоторые темы, на которые книга «Притчи» предлагает нам мудрость. Речь, дружба, гордость, конфликты, умение слушать и многое другое. Но с чего начинаются притчи? Притчи 9.10 «Страх перед Господом. Начало мудрости и познание святого. Разум». На иврите буквально сказано «Начало мудрости — это страх Господень». Вот с чего все начинается. Согласно этому стиху, самое важное — это чтобы человек знал, как правильно относиться к своему Создателю. Помните описание человечества в Римлянам 1.22? Там сказано, что люди выбрали отойти от Бога и жить по-своему. Римлянам 1.22. Притязая на мудрость, они стали глупыми. Отношения по вертикали должны быть важнее всех отношений по горизонтали. Вначале нужно научиться, смотреть вверх и лишь потом по сторонам. Имя Господа встречается в притчах 85 раз. Правильное отношение к Нему — это основание мудрой жизни. Он источник мудрости. Господь дает мудрость. И ни один человек не выпадает из его поля зрения. Пути человека открыты Господу. Он постоянно наблюдает за нами. Глаза Господни смотрят повсюду, а за злыми следят они. И за добрыми. Знание Бога помогает нам правильно реагировать на плохие вещи в жизни. Страх перед Господом заключается в том, чтобы ненавидеть зло. Также он помогает нам жить дольше. Страх перед Господом правит жизни. А если я хочу защиты и безопасности, то мне нужно знать Господа. Потому что путь Господень — убежище для непорочных. Самый известный отрывок из книги «Притч» — это слова 3, стихи 5-8. Этот сегмент состоит из двух куплетов. Первый находится в стихах 5-6, второй в стихах 7 и 8. В каждом куплете есть какой-то глагол в повелительном наклонении. В пятом стихе это слово «доверяй», а в седьмом «бойся». «Доверяй Господу от всего сердца и бойся Господа». Итак, начиная изучать мудрость Божью, мы начнем с наших отношений с Богом. И слова «доверяй и бойся» описывают наш основной подход к нему. Итак, первый путь к Господу — это доверие Ему. Пятый стих. «Доверяй Господу от всего сердца». Один эксперт иврита дал такое определение слову «доверие» — ощущение благополучия и безопасности, которое приходит от кого-то или чего-то, в чем можно быть уверенным. Его можно применить к чему угодно. Каждое утро я доверяю тому, что пол подо мной не провалится. Я чищу зубы и доверяю тому, что никто не отравил мою воду. Я сажусь в машину и доверяю ей, что она довезет меня на работу, а потом снова домой. Дети уходят в школу, и я доверяю, что они вернутся домой. Я рассчитываю на то, что вечером дома меня будет ждать жена, что в банке никто не присвоит мои деньги. Каждый день я выражаю доверие в различной форме, часто даже не замечая этого. Умение доверять — это хорошо. Те, кто не умеют доверять, страдают от этого. Некоторые настолько не способны доверять другим, что становятся невротиками и нуждаются в медицинской помощи. Слово «доверие» указывает на чувство безопасности и отсутствие беспокойства. Оно идет вместе со словом «мир» в Исаии 26.3. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире», «потому что он верит тебе». Помните, что я говорил, что притчи — это наставление родителей детям? Чего родители больше всего хотят для своих детей? Если они хотят, чтобы дети хорошо учились, то их вводят к репетиторам. Если они хотят, чтобы дети преуспевали в спорте, то они с радостью встают в пять утра, чтобы отвезти своего ребенка на тренировку по хоккею или плаванию. Но если родители хотят, чтобы их дети были хорошими и счастливыми, они в первую очередь учат их тому, как доверять Господу. Доверять Богу всем сердцем означает, что я не должен идти по жизни в страхе и подозрениях, всегда оглядываясь назад, всегда переживая обо всех решениях и о том, что кто-то обязательно обманет меня. Я не хочу, чтобы моя жизнь или жизнь моих детей была полна недоверия. Я хочу, чтобы мы могли найти того, кому можно доверять. Затем это доверие наполнит нашу жизнь миром. Книга притчей говорит, что лучше всего доверять Господу и делать это всем сердцем. Это любимый стих многих людей, и он хорошо смотрится на картинке или на магните на холодильнике. Но требования к тому доверию очень высоки. Это полная противоположность мирской мудрости. Если бы я обратился к финансовому консультанту, то он бы посоветовал мне вложить деньги в разные предприятия, потому что ни на кого нельзя положиться. Если кто-то подведет вас, то останутся еще пять других. Относимся ли мы также к Богу? Думаем ли мы, что Бог может не прийти к нам на помощь, поэтому лучше взять все в свои руки? В притчах нам предложена альтернатива доверия Богу. Она находится во второй половине пятого стиха. Это полагаться на собственный разум. Есть такое понятие, как ложное или неоправданное доверие. Однажды моя жена проводила у нас дома изучение Библии с одной женщиной, которая доверяла нашим стульям. Когда вы сегодня утром садились на свой стул, то не думали, что он ненадежный. В какой-то момент стул под той женщиной полностью развалился, и она оказалась на полу. Надеюсь, ваши стулья надежные. Но так может случиться и с неоправданным доверием. Объект доверия может казаться вполне подходящим и надежным, но на самом деле на него нельзя положиться. А чему, согласно притчей, мы не должны доверять собственному разуму. Не полагайтесь на собственный разум. Полагаться — это как опираться на трость. Человек опирается на нее всем весом, и она поддерживает его. Под разумом имеются в виду наши личные выводы, которые мы делаем, глядя на жизнь. Помните, как Самуил смотрел на сыновей Иесея и думал, что самые высокие и крупные были Божьими избранниками? А Бог сказал, не смотрите на внешность, потому что Бог смотрит на сердце. Притчи предлагают нам признать, что наше понимание может быть ошибочным. Нас легко обмануть размером или красотой, и мы стараемся быть в мире самыми умными, красивыми, богатыми и выдающимся. Но мои перспективы всегда ограничены моим видением. И есть так много всего, чего я не вижу — будущее, действия другого человека или даже собственные мотивы. Это как фотоснимок. Он смотрит на ситуацию под определенным углом. Однажды я получил штраф за вождение. Я ехал по дороге, а там оказалась камера. Она сделала снимок. Через несколько дней я получил уведомление о штрафе за нарушение правил дорожного движения. Но камера не видела, что я вильнул, чтобы избежать аварии. Я был вынужден выехать на обочину. Это случилось в стране, которая не принимала никаких оправданий. Поэтому мне пришлось оплатить штраф или отказаться от прав. Так же бывает и с нашим пониманием. Оно ограничено нашим видением. И только Бог видит всю картину, начало и конец, и истинные мотивы всех людей. Доверяйте Ему и не полагайтесь на собственный разум. Выразить это доверие можно лишь одним способом. Он написан в 6 стихе. «Познайте Его на всех своих путях». Мы снова видим слово «всех». Всем сердцем и на всех путях. Доверяйте Богу. Это ваша основная задача в жизни. Доверьтесь Богу и доверьте Ему всю свою жизнь. Сделайте это, познавая или признавая Его на всех своих путях. Пусть Он будет с вами на каждом вашем шагу. Приглашайте Его во все разговоры, во все планы, во все отношения, во все увлечения. Прикладывайте все усилия, чтобы признавать Бога во всем. Вот как выражается доверие. Можно сказать, насколько мы признаем Бога в разных аспектах нашей жизни, насколько мы доверяем Ему и насколько большим будет наш мир. Я считаю, что уровень мира в нашем сердце прямо пропорционален уровню нашего доверия Богу. Когда мы с женой в машине и я за рулем, меня всегда удивляет, как мы можем смотреть на одинаковые ситуации настолько по-разному. Я могу думать, что машина, которая только что резко затормозила передо мной, находится на достаточном расстоянии. И у меня еще есть много времени, чтобы сбросить скорость. Жене почему-то кажется, что машина всего в нескольких сантиметрах от нас, и она начинает пищать так, будто бы нам конец. Я чувствую мир, и у меня все под контролем. А она напугана и не думает, что все под контролем. Я могу сказать, доверься мне. Я знаю, что я делаю. Будет ли мудро довериться мне? Ну, зависит от моего вождения и от того, какое у меня зрение, насколько я устал и насколько я внимателен. Призыв доверять Богу всем сердцем подразумевает позволить Богу сидеть за рулем нашей жизни и верить в то, что Он знает, как управлять этим транспортным средством и как привести его туда, где оно должно быть. Ваш взгляд на жизнь может не быть объективным. Вы можете запищать или начать ныть из-за того, как идет ваша жизнь, но это то же, что сказать, что водитель не знает, что он делает. Но Бог хочет, чтобы мы узнали, что такое мир на пассажирском сидении жизни, не на водительском и не на заднем. Во-вторых, речь идет о страхе Господнем. То есть второй мудрый путь к Богу — это страх. Не будь мудрецом в своих глазах. Бойся Господа и избегай зла. Это принесет здоровье твоему телу и укрепит твои кости. Ранее я сказал, чем больше мы доверяем Богу, тем больше у нас мира, и тем меньше поводов для страха. Но здесь мы видим повеление бояться Бога. Бойся Бога. Разве доверие и страх — это не взаимно исключаемые вещи? Если я боюсь чего-то, к примеру, питбуля, который бежит за мной, когда я на пробежке, то я не буду ему доверять. Мой страх аннулирует мое доверие. Но если я доверяю хозяину питбуля, который держит собаку на поводке, то я не буду бояться. Мое доверие аннулирует мой страх. Как мы можем одновременно доверять Господу и бояться Его? Некоторые люди говорят, что слово «бойся» означает здесь не бояться, а благоговеть и высоко ценить. В этом есть доля правды, но не вся правда. Бояться Господа значит быть потрясенным им, видеть Его как колоссального Бога, который имеет власть над жизнью и смертью. Бояться Господа значит смотреть на бескрайнее синее небо и понимать свою ничтожность. Бояться Бога значит осознавать Его невероятную святость, как это было с Исаией. Бояться Бога значит чувствовать что-то глубоко внутри, что-то, что больше почтения, уважения или восторга, которым мы можем проявить какой-то знаменитости. Это значит познать Его так, как Он написан в послании к евреям, как пожирающий огонь, как судью всей земли, как того, кто каждому воздаст по делам. Бояться Бога — это не просто снимать в церкви шляпу в знак уважения, это чувствовать Его присутствие глубоко в душе и осознавать, что у нас нет никакого права быть с Ним. Страх — это не клинический термин, это описание эмоций нашего духа. И в этих двух стихах мы узнали о страхе две вещи, как он выражается и какая у него альтернатива. Выражение страха Господнего описано в конце седьмого стиха. «Избегай зла. Если я поглощен познанием Бога в моей жизни, то я буду ненавидеть грех». Притча 8.13. Страх перед Господом заключается в том, чтобы ненавидеть зло. «Ненавижу гордость и высокомерие, порочный путь и лживую речь». Это еще одно слово, описывающее эмоции. «Если я боюсь Бога, то я буду ненавидеть зло. Я буду ненавидеть гордость и высокомерие». Помните, когда вы в последний раз использовали фразу «я ненавижу». Возможно, я ненавижу школу или я ненавижу платить налоги. Здесь страх Божий учит нас ненавидеть правильно. Мы знаем, что Бог учит нас любить, но мы даже не думали, что Бог может учить ненавидеть. Альтернатива страху Божьему находится в начале 7 стиха. «Быть мудрым в собственных глазах». Некоторые люди не перестают трепетать перед величием Творца. Ученый смотрит в пробирку и восхищается своим открытием. Художник восхищается своим творением, не видя в этом руку Творца. Строитель восхищается прекрасным проектом, но не замечает симметрии жизни. Теолог часами сидит за Библией, забывая о том, кто вдохновил ее. Мы считаем себя и свои достижения впечатляющими, и многие люди на этом останавливаются. Альтернатива страху Божьему — это довольство собственным превосходством. Но как же мы можем одновременно доверять Богу и бояться Его? Ведь страх и доверие противоречат друг другу. Бояться Бога — это осознавать Его масштаб и Его величие. А доверять Богу — это осознавать, что Он абсолютно надежный и не подводит. То, что больше всего достойно страха, так же больше всего достойно доверия. Джон Ньютон сказал в своей песне, «Благодать научила мое сердце бояться, и благодать же избавила меня от страхов». Если мы не научимся бояться Бога, то мы не сможем наслаждаться миром, который приходит от доверия Ему. Не знаю, заметили ли вы, но после обоих повелений идут обещания. Если мы доверяемся Богу, всем сердцем Он обещает дать нам прямой путь. Если мы будем бояться Бога, избегая зла, Он обещает нам здоровья. Иными словами, Его благодать будет проявлена во всем. В этой проповеди о книге Притч осталось сказать только одно. Но Божья мудрость делает нас настоящими людьми и дает нам процветающую жизнь. Мудрость от Бога не помогает нам выиграть в лотерее или отправить ребенка в лучшую школу, но она дает нам преуспевать в любой ситуации. Наш Господь Иисус имел всю мудрость. Он смотрел на жизнь через призму доверия и страха. Он продемонстрировал идеальное послушание Отцу. Его последователь Павел написал письмо церкви, которая начала полагаться на свой разум. Они настолько зациклились на своем узком видении мира, что начали ссориться, судить невиновных и мириться с грехом. Они чествовали знаменитостей и игнорировали бедных. Этой церкви Павел написал, что Иисус стал нашей мудростью. Он говорил о кресте, самом постыдном с любой человеческой точки зрения. Но Он сказал, что крест — это мудрость и сила Божья. Величайшим проявлением доверия Иисуса Отцу было принятие креста, который Он не должен был нести. Это вершина мудрости. Распятый Иисус стал нашей мудростью, нашей праведностью, нашим освящением и нашим искуплением. Мы полагаемся на Его мудрость. Мы ходим в Его мудрости, когда умираем для себя и обретаем в Нем жизнь. Давайте помолимся. Отец, мы благодарим Тебя за наставление через Твое Слово. Спасибо, что Тебя настолько волнует наша жизнь, что Ты так детально учишь нас, как нам жить. Дай нам глаза, чтобы видеть сердца, смиренные и способные принимать, чтобы мы могли ходить путями нашего Господа, который и есть сама мудрость. Мы принимаем Твое водительство в нашей жизни через Слово и через Твой Дух. Помоги нам применять все это. Во имя Иисуса. Аминь.